МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия выпуск информационной программы Республика, студия Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Новая продукция для Вольцвагена в Чебоксарах заработала совместное чувашско-японское предприятие Фуджикура. Учиться всегда пригодится самому взрослому студенту педагогического университета 56 лет. Иллюстрированная хрестоматия чувашской литературы музей имени Константина Иванова отмечает 75-летие. Сегодня в Чебоксарах открылся завод по производству кабелей для немецких автомобилей. Этот проект реализовала японская компания Фуджикура-Аутомотив. Сотрудничество с иностранными инвесторами начал налаживать лично глава республики. После многочисленных переговоров, в том числе и с премьер-министром Японии Синзо Абе, было принято решение создать новое производство в Чувашии. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Первую партию кабелей, произведенных в Чебоксарах, уже скоро отправят в Калугу. Именно там сейчас базируется завод по сборке двигателей внедорожников Volkswagen. В немецком автоконцерне на российские регионы сейчас делают особую ставку. Зарубежные инвесторы долгое время выбирали города, где возможно реализовать столь масштабный проект. Чувашия стала первым субъектом в стране, в который компания Фуджикура вложила такие крупные средства. Объем инвестиций превысил 250 миллионов рублей. Специфика нашего бизнеса такова, что нам необходимо привлекать много рабочих рук. Поэтому для того, чтобы начать проект, нам необходимо нанять очень много людей. Мы искали площадку, которая бы соответствовала уровню и наличию персонала. Также нам была необходима поддержка местной администрации. По всем критериям была выбрана Чувашская республика. Чувашия обладает высококвалифицированными ресурсами и активно работает над развитием обрабатывающей промышленности. Компания Фуджикура приняла решение об открытии нового завода в очень хорошем месте. Уже изначально данный проект признали приоритетным. Его удалось реализовать меньше, чем за год. Японским инвесторам предоставили готовую площадку. Этот корпус пустовал долгие годы для производства автокабелей. Его оснастили новейшей аппаратурой. Один такой кабель состоит из сотни тонких проводов. Их скручивают, спаивают со специальными контактами и обматывают в изоляционную ленту. Это по-настоящему ювелирная работа. Многие специалисты проходили практику в стране восходящего солнца. Большинство работников завода – выпускники Чувашских вузов. Сюда трудоустроились пока 120 человек. Но в следующем году планируют создать еще 250 рабочих мест. На государственном уровне заняли такую принципиальную позицию, чтобы создавать благоприятную и комфортную среду для ведения бизнеса и своим предпринимателям Российской Федерации, Чувашской Республики и за пределами Российской Федерации. Ибо есть необходимость привлечения дополнительных инвестиций мировых компаний для того, чтобы создавать новые производства, новые высокотехнологичные рабочие места. В ближайшие годы японские инвесторы планируют расширить производство кабелей. Будущее завода сейчас зависит от того, насколько активно восстановится российский автопром. У нас есть возможность к расширению. Но если говорить о развитии, то с момента разработки продукта и запуска необходимо от трех до четырех лет. Это заложено в бизнес-плане. Первый жгут, произведенный на новом заводе, закрепили на специальном стенде. Он будет напоминать о дне, когда Чуваши и Япония сделали шаг на встречу друг другу, положив начало инновационному проекту. Сегодня же глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с японской делегацией за столом переговоров. В Чувашию приехала представительная делегация иностранных партнеров. В ее составе не только гости из страны восходящего солнца, но и чрезвычайный и полномочный посол Румынии в Российской Федерации, а также советник испанского посольства. После открытия завода для японских бизнесменов провели экскурсию по Чебоксарам. Гости отметили, что столица региона произвела на них впечатление. Михаил Игнатьев пригласил их приехать сюда и в июне на праздничные мероприятия. Стороны обсудили и реализацию будущих инвестиционных проектов. Представители компании «Фуджикора» подчеркнули, что в республике для зарубежных партнеров создана благоприятная среда. Открытие совместного российско-японского производства – еще одно подтверждение того, что усилия правительства республики в привлечении инвестиций в Чувашию приносят свои плоды. Недавно полпредпрезидента России в ПФО Михаил Байбич высоко оценил работу, ведущуюся в этом направлении. Напомню, на семинаре управления развитием региона приоритета экономической политики в Москве обсуждались важнейшие аспекты деятельности органов государственной власти. Тогда, в качестве положительных примеров, Михаил Байбич назвал лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, подготовленного агентством стратегических исследований. Чуваша в этом рейтинге занимает зевятую позицию. Вот как прокомментировал нам это заявление управляющий директор Химпрома Вячеслав Курсаков. На сегодняшний день в регионе, на мой взгляд, созданы благоприятные условия для ведения инвестиционной деятельности в самом широком спектре. Это и вложение предприятиями собственных средств на внутренние инвестиции, и привлечение внешних инвесторов для решения задач о совместных реализации стратегических проектов. Руководством республики постоянно осуществляются все необходимые меры для обеспечения в регионе стабильной ситуации и благоприятного климата для производственной деятельности крупных промышленных предприятий и ведения бизнеса малых и средних форм. Наряду с этим большое внимание уделяется вопросам, связанным с стерилизацией задач по импортозамещению, модернизации экономики, развитию новых технологий и созданию современных конкурентоспособных производств. Мы, как промышленники, высоко оцениваем эти усилия. Наша оценка совпала с рейтингом Агентства стратегических исследований Российской Федерации, где Чувашия, как регион, стала одним из лидеров в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Любишь парковаться, люби платить за парковку. Вопрос платных стоянок в центре столицы Чувашии сейчас рассматривают в городской администрации. Технологии, которые позволят организовать такую практику, сегодня презентовали журналистам. Я вожу машину ловко, но одна беда – парковка. Выезжаю с позаранку, чтобы отыскать стоянку. Про нехватку парковочных мест в городах россияне уже слагают стихи. Проблема эта знакомая столица Чувашии, как бы парадоксально не звучала, изменить ситуацию в лучшую сторону позволит как раз ограничение парковки в центре Чебоксар. То есть, если она станет платной. В настоящий момент мы работаем над определением зоны платных парковок, улиц, входящих в эту зону. Предварительно эта зона ограничена улицами Президентский бульвар, Энгельса, в том числе и ЖД вокзал. Потому что сегодня мы были, мы когда искали место, где организовать презентацию данного оборудования, поставить этот автомобиль, пригласить вас, мы заехали на ЖД вокзал. В настоящий момент сейчас ЖД вокзал забит машинами. И машинами, как вы понимаете, не теми, кто уехал на поезде, не теми, кто кого-то встречает или ожидает. То есть там просто люди, находящиеся поблизости предприятий. Организовать платную парковку на значительной территории без особых хлопот позволяют такие устройства, как паркоматы. На улицах Москвы они стоят уже несколько лет. Недавно появились у соседей в Казани и Нижнем Новгороде. С помощью сотрудника или системы фото и видео паркомат фиксирует время, когда автомобиль заехал в зону платной стоянки. И первые 15 минут плата не взымается, а затем включается счетчик. Расплатиться можно банковской картой, смс-сообщением с телефона или через специальное приложение. Кроме того, умные устройства можно объединить в одну систему. Объединив всю информацию, вы можете в дальнейшем уже, находясь в офисе, дома, прежде чем выйти куда-то, посмотреть, зайти на портал, посмотреть тарифы в зоне парковки и плюс их свободные места. Плюс у человека есть свой личный кабинет, который он может пополнять либо через мобильный счет, либо через паркомат, либо через смс. Каковы будут тарифы на парковку в центре города, в городской администрации пока не определились. Водители таким нововведением, скорее всего, не обрадуются. Так что надо все тщательно продумать. Кстати, вырученные средства могут пойти на ремонт дорог, благоустройство города. Ольга Пыречкина, Татьяна Рыевская, Александр Петров, Республика. Росстандарт утвердит новые ГОСТы для комплексов фото-видео фиксации и нарушений правил дорожного движения. Эти стандарты регламентируют не только технические характеристики камер, но и правила их установки и применения. Проект разрабатывали два года совместно с представителями ГИБДД, обществом автомобилистов, техническими экспертами и производителями видеоаппаратуры. Теперь по стандарту радары будут распознавать скорость от 20 км в час до 250 км в час и выявлять 13 видов нарушений. Повысится и точность определения номерных знаков. Вероятность ошибки должна быть не более 5%. Для оформления нарушений регламентируют и количество снимков камеры. Обязательно установят на тех участках дороги, где за год произошло более трех аварий с пострадавшими. А вот в местах ремонта дорог и на мостах аппаратуру фото-видео слежения ставить запретят. Днини экспертов по этому проекту разделились. Одни считают, что автолюбителям будет проще доказать свою правоту, другие, что теперь железные доводы появятся у обвинения. Кто прав, покажет время, но одно можно сказать точно. На внедрение единых стандартов поможет сократить многочисленные нарушения как со стороны автовладельцев, так и со стороны инспекторов дорожного движения. Ежегодно на уборку придорожной территории уходят миллионы рублей, которые можно было потратить на ремонт дорог, установку светофоров и камер, фиксирующих нарушения ПДД. Практически во всех садоводческих товариществах, не говоря уже о населенных пунктах, установлены мусорные контейнеры. Но бывает, что вовремя их не освобождают, и дачники несут бытовые отходы на обочины дорог, оставляют его в остановочных павильонах. Уборка захламленной территории ложится на плечи дорожных работников. Между тем, это далеко не основная их функция. В этом году на уборку мусора на республиканских дорогах с марта по сентябрь было истрачено 6 миллионов 672 тысячи 119 рублей. В сравнении, столько стоит один километр ремонта автомобильной, республиканской автомобильной дороги. В каждом населенном пункте должен быть мусороприемник или как мусоросборник, куда любой человек, будь то в деревне, будь то на дачном участке, человек вышел и выбросил. Пусть он платит за это определенную сумму в месяц, но, по крайней мере, будет жить в чистоте. Отдельно Чувашу Продор обращается к автомобилистам. Выбрасывать мусор из окон и оставлять его на местах зеленых стоянок некультурно вдоль трасс. Достаточно объектов сервиса, оборудованных контейнерами, и доехать до них не составляет труда. В Чебоксарах появился единый платежный документ. С 1 сентября потребители услуг ЖКХ могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги капремонт по одной платежке. Первой из управляющих компаний, кто вызвался внедрить проект и опробовать его на деле, оказалась компания КАМАЛ, которая обслуживает многоквартирные дома в юго-западном районе города Чебоксары. На сегодняшний день в проекте участвуют 4 управляющих компаний, а до конца года их количество увеличится до 7. Жилец имеет возможность заплатить за услуги, которые у него в единоплатежном документе, не только на территории своей управляющей компании, но и на территории любой управляющей компании, заключившей с нами договор. Также по принципу единого окна он имеет возможность получить все консультации относительно жилищных вопросов в том месте, куда и пришел оплатить. В первый месяц после введения новых квитанций собираемость взносов за капитальный ремонт увеличилась до 80%, хотя в среднем по городу эта доля равна 50%. Оплатить такую квитанцию можно в любом удобном месте – на почте, в банке или через терминал, причем без комиссии. Екатерина Степанова, Сергей Рябчиков, Республика. В Москве наградили лучших врачей России. Церемония проходила в рамках открытия 10-го национального конгресса терапевтов, посвященного Всероссийскому году борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Всероссийский конкурс «Лучший врач года» проводится 15-й год подряд. Победителями в этом году стали 90 лауреатов. Среди них – трое врачей из Чуваши. У нас работает лучший онколог России. Им стал заведующий отделением республиканского онкодиспансера Сергей Агафонкин. В номинации «Лучший офтальмолог» третье место присуждено врачу Республиканской клинической офтальмологической больницы Татьяне Наумовой. В номинации «Лучший офтезиатор» третье место у врача-офтезиатора республиканского противотуберкулезного диспансера Надежды Апраксиной. География претендентов на звание лучших врачей расширяется с каждым годом. Конкурс проводится по 33 номинации. Как обеспечить продовольственную безопасность России? Этот вопрос оказался в центре внимания аграрных вузов страны. Сегодня в Чувашской сельскохозяйственной академии начала свою работу международная практическая конференция. В ней принимают участие представители учебных заведений и стран ближнего зарубежья – Азербайджана, Польши, Казахстана. Организаторы конференции уверены, что обмен мнениями и опытом поможет укрепить связь между научной теорией и практикой. Студенты сельскохозяйственной академии, к примеру, продемонстрировали гостям свои достижения. Новые сорта овощей – разработки инженеров и зоотехников. Тема моего доклада называется «Технологии выращивания яиц». Мы даем взрослым курицам биостимуляторы, которые помогают в будущем получить больше мяса и яйцо. Конференция сегодня очень актуальная. Почему? Потому что именно в рамках реализации проекта, обозначенного правительством Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, также в контексте совещания руководителей высших учебных заведений Министерства хозы России, которое проходило в Ставропольском государственном аграрном университете, обозначено в частности реализация кластерного подхода в агропромышленном комплексе Российской Федерации. Я думаю, мне кажется, что в Чувашской Республике этот подход в ближайшее время будет реализован, а именно Чувашская государственная сельскохозяйственная академия могла бы стать инновационной площадкой для развития именно этого подхода. В этом году на исторический факультет Чувашского государственного педуниверситета имени Яковлева поступил необычный студент Петр Корняков, которому 56 лет, что заставило мужчину сеть зоопарту в нашем сюжете. Новоиспеченный студент учится на заочном отделении исторического факультета ЧГПУ. Обучение в УЗЕ – новый этап в его жизни, так как получает высшее образование он впервые. Петр Корняков посещает библиотеку в УЗЕ, читальные залы, старается восполнить то, что не удалось получить в годы своей юности. Как говорится, жизнь в Шраграде – это же история. История – это такая наука, история, говорит, дает мудрость. Что-то мне потянуло изучить историю. Когда мы ездили в Костянтинополь, это Стамбул, Турция, я был в Софийском соборе. Когда рассказывали, я про себя подумал, как же мы мало знаем историю. Все-таки я решил изучить историю. Два года назад Петр Васильевич заинтересовался своей родословной и понял – без знания истории в составлении летописи своего рода не обойтись. У Корняковых две внучки, и дедушка-студент уверен – им будет интересно узнать о своих корнях. Фамилия обязывает. Однако не все родственники и друзья 56-летнего студента приняли его решение положительно. Некоторым стал непонятен столь необычный поступок. Некоторые говорят – зачем это нужно? Другие говорят – одни говорят – молодец, правильно. А третье – вообще не обращаю внимания. Потому что в нашем возрасте говорят – только на пенсию ходить, заниматься с внуками, огородами и все. А я говорю – знания – это наш мозг, должен работать. Я поэтому решил все-таки изучить историю. Поэтому меня, конечно, поддержал сын. Очень он сказал правильно. Я его очень благодарен. Своё обучение в ВУЗе Пётр Корняков завершит, будучи на пенсии, в 61 год. Но учиться всегда пригодится. Его путешествие в наше удивительное прошлое только начинается. Ольга Тафаева, Игорь Зверев, Республика. Класс! В российских ВУЗах стартовал фестиваль научного кино. Любой желающий может посмотреть лучшие документальные фильмы о науке, снятые за последние несколько лет. Чувашский педуниверситет также принимает участие в этом кинопоказе. Жители и гости столицы Чувашии в течение нескольких месяцев смогут увидеть еще 4 фильма. Всего в программе фестиваля более 40 кинолент. Он проходит не только в университетах, но и на других площадках. Всего их более 100. Просмотр фильмов поможет расширить кругозор, узнать науку с другой стороны, создать у зрителей представление об исследовательской деятельности, считают организаторы. Литературный музей имени Константина Иванова отмечает сегодня 75-летие. В честь этого события открылась новая экспозиция, а поэты и писатели собрались на творческий вечер. Музей имени Константина Иванова был создан в 1940 году, к 50-летию основоположника Чувашской классической поэзии. Но просуществовал всего год. Началась война, средств не хватало, помещений не хватало. В 1957 году для музея нашли отдельное здание – старинный особняк на углу улиц Ленинградской и Плеханово. Ну и он попал в зону затопления. Зато в 1990-м, к столетию поэта, музей получил не только новое помещение, но и возможность расширить экспозицию. Вот здесь детсад был, деревянный, двухэтажный. Его снесли и начали строить этот дом. Ну, года три, наверное, четыре строили. И как раз вот с 1986 года по 1990 успели вот это запустить. И мы были очень рады. Подобными музеями может похвастаться далеко не каждый регион. Как правило, экспозиции посвящают жизни и творчеству какого-либо одного выдающегося поэта или писателя. У нас же под одной крышей собраны более 300 деятелей национальной литературы. Вот такая мечта была именно детских писателей показать. Можно и Чаплину было, тоже Трубину, Марфомот. Помимо постоянной экспозиции, в литературном музее проводятся тематические выставки. Сегодня, например, она посвящена самому музею и его сотрудникам. И творческие вечера. С недавних пор в литературном салоне стали бывать и художники со своими вернисажами. И теперь посетители музея могут представлять, что они читают иллюстрированную хрестоматию по чувашской литературе. Елена Гальперина, Олег Якимов, Андрей Спиридонов. Республика. Это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова